Обрабатываем руки клиента антисептиком, далее отодвигаем кутикулу при помощи пушера или апельсиновой палочки, чтобы наша кутикула отцепилась от ногтевой пластины. Далее, когда мы отодвинули кутикулу, мы видим мертвую клетку птеригины ноготочков, вот мы ее должны сейчас чистить при помощи фрезы, вот такая фреза пламя на небольших оборотах, работа на форварде, то есть мы будем работать на себя, а в это время фреза крутится в противоположную сторону, на сопротивление. Это расстояние я делю пополам и вот на этой скорости, это примерно 5-6 тысяч оборотов, я работаю, чтобы выполнить маникюр. щечкой, слегка положив фрезочку на ноготочек, щечкой и мышинным шагом, короткими движениями, доходим до бокового синуса, далее фрезочку меняем угол, фрезочку ставим по отношению к ноготочку, вот таким уже 90 градусов как будто угол, сразу почистим боковой валик, далее я наклоняю клиента и фрезочкой, не на сопротивление, а по ходу, я убираю глянец, кожный жировой слой, делаю ноготочек матовым, проверяем, вот наш ноготочек имеет матовость, но при этом мы его не пилим, потому что мы работаем не на сопротивление, а как раз по ходу фрезы, работаем с каждым пальчиком, все 10 пальчиков прорабатываем сейчас в одну сторону, чтобы не переключать машинку, по ходу фрезу, сразу по валику прошли, следующий пальчик, переключаем ход машинки на реверс и работаем сейчас с противоположной стороной, также машинным шагом дошли до бокового синуса, спрыгнули с ноготочка, наклонили и выгребаем по ходу фрезочки всю пыль, глянец, сразу начинаем поднимать кутикулу, в сторону к модели толкаем фрезочку, как можно меньше по ноготочку работаем, именно работаем по коже, задираем, вот она наша кутикула, которая поднялась, которую нам нужно удалить. Итак, оставшиеся пальчики прорабатываете в противоположную сторону, положили клиента на бочок, выгребли у него из пазух всю пыль, все остатки впереди, убрали глянец и сразу занимаемся, пока у нас машинка на реверсе, занимаемся поднятием кутикулы. Вот мы видим то, что нам нужно будет удалить, сегодня у нас комбинированный маникюр и мы ножничками удалим то, что светится белым прозрачным ремешком. Проходим все остальные пальчики. Ножницы держать можно двумя способами, либо несколькими еще, то есть вы выбираете для себя удобный. Самое главное это четыре пальчика, не работает только мизинец, все остальные, то есть безымянный, большой, средний и указательный давит на гвоздик. Либо он давит с той стороны, либо вы держите его в точности наоборот. Теми же четырьмя пальчиками захват тремя и четвертый давит на гвоздик, чтобы прижать ножницы. То есть выбираете для себя удобный способ. Самое главное, чтобы ножницы не находились вот таким образом. То есть следите за тем, что носик не резал вот так. То есть ножнички должны ходить, то есть вы выворачиваете ручку и у вас ножницы ходят, повторяя рисунок кутикулы, то есть повторяя форму кутикулы. Либо вот таким образом, либо вы держите его с другой стороны. Вот таким образом. Как мы режем? реже полотно под кутикулу или рядом с ней, а второе к нему просто подводите. Вот таким образом вы срезаете мертвую клетку, которая светилась у вас белым цветом. Вот смотрите, вот ее нет, а вот она есть. Вот таким образом вы прижимая удаляете и удаляете больше кончиками, нежели с серединой полотна. Поворачиваем клиента, чтобы удобно было задрать ручку и удалить. все. Старайтесь сделать это не глубоко. Помните, что после этой процедуры вы еще раз возьмете машинку в руки и зашлифуете там, где проходили ножницами, чтобы убрать невидимую елочку. Все десять пальчиков мы удаляем кутикулу, переключаем машинку на форвард. Работаем на себя. Захват пальчика, поворачиваем пальчик и сейчас мы должны вычистить все, что могли ножничками незаметно нарезать елочку. Включаем и поехали. Выглаживаем пузиком по боковому валику. Проходим сухости, если есть боковые валики сухие. Носиком вы можете между ноготочком и валиком занырнуть. Далее пузиком. Дошли до бокового синуса. От бокового синуса до бокового синуса делаете вот такие вот. Можете отталкивающие движения делать. Можете сначала съехать вниз, а потом сделать такие отталкивающие движения в сторону кутикулы. То есть вы, если вдруг у вас хоть какая-то кожица, хоть мертвая, хоть одна клеточка осталась, она у вас завернется и удалится, зашлифуется. Все, мы с вами вычистили, вылизали наш маникюрчик, довели его до идеала, но при этом мы его не травмировали, не перепилили и не перерезали. Мы с вами удалили и зачистили после ножничек, зашлифовали кожицу. Она теперь не имеет никакой елочки, никакой мертвой лишней клеточки. При этом она не перепилена, не перешлифована, не красная, не натертая. Очень здоровая, красивая кожа вокруг пальчиков. Бережем своих клиентов. Захват пальчика сверху положили клиента. Пузиком проходим, оттягиваем боковые валики, проходим пузиком по боковым валикам. Между валиком и ногтем можем аккуратно носиком, мертвую клеточку подзадеть. Если вдруг у нас там есть от бокового синуса до бокового синуса, делайте движения отталкивающие. То есть мы должны фрезочкой развернуть всю мертвую клеточку, которая у нас осталась. После того, как мы развернули ее, мы ее удаляем, зашлифовываем. Вот видите, появилась. Мы ее шлифанули. Придаем формочку ноготочкам, так как они разные. Филим торец. Далее выводим параллели. Все ноготочки, все ровняем по форме. Обезжириваем спиртом. Убираем пыль. выгребаем всю ее из-под боковых, из-под всех этих пазух, чтобы все пазухи все было без пыли, без крошек. Далее наносим дегидратор на всю поверхность ногтевого ложа. Дегидратор обезжиривает наши ноготочки. Дальше праймер наносим. Бескислотный праймер мы выбрали. Праймер мы наносим на половину ногтевой пластины. Я всегда говорю, берегите ноготочки, потому что праймер он не просто поднимает ногтевую пластину, а разрывает ноготочки, делает в них норки, куда проникает база, глубокие слои ногтей. Поэтому делайте на половину ногтя и у вас никогда не будет отслоек. Мы выбрали процедуру укрепления ноготочков. Длина здесь хорошая, поэтому укреплять я буду материалом, предназначенным для наращивания. Я взяла камуфляжный цвет, нейтральный. Что мы делаем? Мы тонким слоем геля наносим, делаем подложку, скользкую липкую подложку, по которой наша основная контрольная капля растекется, придаст ноготочку правильную выпуклость. Распределяем по всему ноготочку, промазывая аккуратненько все боковые. Поворачиваете клиента на бочок, не доходя до кутикулы, от зоны вроста до зоны вроста, не доходя до кутикулы, миллиметр. Там сухой ноготочек, чтобы у нас не было натекания на кутикулу. Все. Теперь я беру контрольную капельку, такую большую капельку и кладу ее на поверхность ноготочка, приклеивая ее с ее подложкой. И эту капельку начинаю тянуть к свободному краю по поверхности. В зону боковых валиков он сам потечет туда, так как ноготочек имеет арку и материал туда сам начинает стекать. Поэтому вы накладываете только на поверхность ноготочка. Смотрим на бок, чтобы у нас не было где-то пусто, а где-то густо. Там, где много материала, мы подхватываем и укладываем его туда, где его не достает. Вы можете перевернуть ноготочек и придать материалу нужный объем в том месте, где он начнет свисать капелькой. Переворачиваем пальчик. смотрим. Все, он нужной нам формы, правильный, блик четкий, ровный. Это говорит о том, что наш ноготь готов и мы можем отправить его в лампу. Тонким слоем создаем подложку скользкую, по которой наша контрольная капля будет расползаться и придавать ту самую форму, которую нам нужна. не доводя до кутикулы миллиметр, поворачивайте клиента на бочок, прокрашивайте все боковые линии. теперь берем контрольную каплю этого же материала. прикладываем его на нашу предыдущую подложку. мы ее не сушили, она у нас влажная, липкая и тянучая. вот по ней мы нашу базовую каплю контрольную растаскиваем по всему ноготочку, по всей длине, по поверхности. подводим к свободному краю. и теперь смотрим сбоку, там где капли много объема, мы подхватываем и подтаскиваем туда, где мало. обратите внимание, кисть утоплять в гель не нужно, вам нужно только прикоснуться кистью к гелю, она сама вам подхватывает ее и выводите гелем туда, куда вам нужно. чтобы он хорошо и правильно растекся и не успел натечь вам на боковые валики, вы пальчик должны перевернуть кверх ногами, зафиксировать его ровно и немножечко подержать, чтобы ваша капля нашла держи ровно нашла и отвисла в нужном месте. переворачиваем и проверяем. вот он правильная выпуклость ногтевой пластины построена. наше укрепление готово. теперь мы можем покрывать либо топом, либо цветом топом. вот такие твердые, хорошие, упругие ноготочки. покрываем молочным цветом. предварительно вытираем в липкий слой обязательно, чтобы ваш цвет не плавал. выкручиваем тонкой кисточкой, прорабатываете места, подкариваете кутикулы. Готовые ногти перекрываем топом, таким хорошим укрывистым слоем. Топ не любит втирающий слой, он любит быть достаточно густым, жирным, но при этом, чтобы нигде не тек. Даем ему выровняться, и он готов, сушим в лампе. Продолжение следует.